Я его очень люблю, и я запросто буду коспорить. А кто будет Куроноски? Чедора? Я говорю, как Чедора? Куроноски же мальчик. Она, ну я думала, тут допустим кросс-пол. Я, конечно, говорю, никакого кросс-пола. И после этого говорю, а теперь ты можешь догадаться, кто будет Куроноски. Такая тишина. В ВКонтакте все происходит. Она так, что? Да? Нет? И потом кровь из носа. Мне слова пишут. Я говорю, ну да. Ну, в общем, а, это будет так няшно. Я говорю, ну вот насчет няшно я не уверена. Вот. Значит, дальше идут консультации с дерматологом. С гинекологом. С гинекологом. Доктор, откуда у меня такие больные идеи, что ли? Откуда они исходят? В общем, нет. Ладно, с гинекологом ты про колготки консультация. Про колготки. Да, ну, поиск колготок и все это. Видишь, самый главный вопрос, ну да, с тем, кто эпилирует. Я не знаю, как называются эти люди. Тоже дерматологи, наверное. С парикмахером. Потом в Оспе говорят, ты, значит, должен приехать к нам за несколько дней до, потому что у тебя список мастеров такой. Ложь. Он говорит, а у меня юбилей у мамы, я приеду накануне. Я так. И вот я беру отпуск, себя берет, он отпускает, мы вводим в Оспе. Вводим. Сюда, сюда. Маникюр. Ну, прикольно, на самом деле. Значит, с утра... Все было задумано чисто поржать над Оспе. Да, да. А, как, еще мы... Еще мы... Еще мы играли в дочки-матери. То есть первым делом я привела в Оспе. После того, как он согласился, я его привела домой. Говорю, вот тебе все... Знаешь, Маша сказала, в 12 лет у девочек начинают такие проблемы, которых ты раньше не знала. Почему Маша, Сережа? Сережа, знаешь, Сережа, у девочки в 13 лет, впрочем, тебе уже поздно. Вот. Ну, в общем, нет, значит, я достала из шкафа все свои платья, и мы стали на него мерить все подряд. И я поняла, что... Я не знаю, как в Оспе, потому что он, в принципе, через полчаса вжился в ролик, и говорит, а если я на кровать лягу? Я говорю, нуля. А как я лягу? А вот как хочешь, так и ляг, она застелена, пожалуйста. Ну и он там... В общем, эти фотографии мы никогда никому не покажем. Еще выяснилось, что Оспе не накрашенный гораздо больше похож на девочку, чем Оспе накрашенный. У нас это весь уркомитет страдает. Вот Див, у него то же самое. А когда анекдоты Оспе Диву рассказывала? А анекдоты Диву Оспе рассказывала? Прекрасно. Ну, надо повторять, надо. Не, я не знаю, я не буду повторять. Ну так вот, значит, потом были жуткие проблемы. Например, у мальчика 46-й... 46-й размер ноги! 46-й! Хорошие туфельки, такие страшные, страшные. Я видел. Туфельки, сфотографированные рядом со 100-рублевой бумажкой. Кошмар! А так, так, готикло... Ну, в общем, их сделали в театральной мастерской в Краснодаре. Быстро. Только сначала они... Ну, Сидора ходила с Оспе, я, чтобы они в Краснодаре живые. Они не знают, говорят, ну, только сначала они обращают Моцарта. Я говорю, ну, меня это устраивает. Пусть обращают своего Моцарта. Ну, спектакль у них там какой-то. Ну, вот, значит, сделали туфли там. Это понятно. Сидора много-много шила. Еще одна девочка в Краснодаре очень много вязала. Ну, платьишко и шапочку. Вот. Потом, значит, мы с Сям консультировались со всеми, кого достали. А потом был вопрос. А что делать с растительностью здесь? Ну, здесь? Что с ней делать-то? Называется волосы. Ну, она же растительная, она же растет. Все правильно. Да, называется волосы. Хорошо, это называется волосы. Волосы на руках, ногах и на морке. Не переживай, это называется волосы. Короче, итогово. Мы долго думали, и девочки вспомнили, что есть такая вещь, как шугаринг. Никто из нас до этого этим не пользовался, да. И вот представьте себе картину. Значит, день накануне к сплей-шоу. Сидит в оспе на диване. Одна рука туда, вторая туда. С одной стороны сямпу, с другой стороны пьянья. И вот они вот... А до этого ему два дня подряд начали в Ростове, закончили в Воронеже. Мальчики, зажмурьтесь. Выщипывали всю растительность на лице. Выщипывали. Он герой. По-моему, это бесчеловечный друг захочет отпустить усы. Он уже начал отпускать обратно. Ну, в смысле, он не захочет, но они уже, так, пушок пропрылся. То есть вы не все выщипывали, плохо работает. Это, к счастью, я этого не делала. Это делала сямпуза, что я... Короче, у девочек до сих пор кожа на руках после этого шугаринга отходит. Вот, вот там Буня показывает свои пальцы. Вот, гигантарный человек номер один, можем ей поаплодировать. Она не пожалела свои руки на канале Казмэя. А, между прочим, она фотограф, а не ей нужны. Ну вот, собственно говоря. И, значит... Не-не-не, подожди, почему фотографы руки? В общем, в итоге с утра пришла ко мне мастер, сделала мне ноги, сделала мне руки. В смысле, ногти, ноги, руки. Выщипала брови мне, Мичирусян, Бу, Никите, Воспе. Никита, это который старший брат был на сцене такой, в костюм. Вот, это можно не говорить. Да, я слышала. Это Хорука. Это Хорука, хорошо. Хорука там уже возлежит. Вот. И после этого Ира сказала, господи, ну вы изверги вообще. И ушла от нас такая. Просто. Что, она нас полдня провела? Ну вот, а потом Воспе тренировался. Это тоже было забавно. Говорит, мне негде разойти, с кем не тренировать по охотку. Ну, Воспе, она не такая. Блин, да. А что мне делать? Я говорю, будь, пожалуйста, Воспе просто девочкой. Я не умею, я никогда таким не был. Ну вот у тебя там три часа до шоу, пожалуйста. Ну вот. А так, собственно, ну там было много, например, как сделать грудь, чтобы она не ползла вверх. Пытались купить бодик. Ну девочки знают, что такое бодик. Но не чтобы он застегивался, как маечка был. Нет, не удалось. Они либо, извините, без груди, либо большие. Нашей девочке не подошло. Пришлось просто периодически его процентации поправлять, короче. Вот. Ну, в общем, потом были без... А, да, еще приезжаю я на предварительных репетициях в Воронеже полмесяца назад, вся такая в думах о том, где взять грудь, там очень много бред полный, думаю, в общем, конечно. Вот. И мне так Сизуку говорит, «У Саги, а мне релаксирующую грудь подарили некоторое время назад, одну штуку». А кто-то там, изуркомитет, говорит, «А у меня, я вспомнила, вот там вот у промо есть вторая». Я говорю, ну, а, собственно, что нам мешают? Ну, и приносят они на генеральную репетицию их позавчера, а они абсолютно разного размера вообще. Я говорю, ну, спасибо, дорогие друзья. А они мне говорят, ну, в жизни же тоже так было. В общем, в итоге это был не то мой, не то сям. Бускалтер, чашечки, внутрь, знаете, такие силиконовые нашлепки, которые вот тоже лифчик такой одели. А, внутрь уже синтепон, кажется, что попало. Грудь не состоялась. Гвозди, скрепки, кульверизатор. Особенно последняя, Сонечек. Ну, маленький, да. Еще могу вот быстро рассказать историю про свитер Харуки, в котором она была. История фееричная. Значит, моя сестра вязала Харуки свитер. Тоже в Краснодаре, но так уж случилось. А она началась с того, что ты сказала, что свитер простой, его можно купить на ebay. Да, да, да. То есть, в 3 дня поисков на ebay выяснилось, что этот свитер есть в одном модельном агентстве, стоит 300 евро. 300 евро. Свитер. С тремя полосками. Белый, с 3 черные полоски. Вот, мы поняли, что не вариант. Так думаем, хорошо, надо вязать. Значит, моя сестра сказала, я, конечно, свитеров ни разу раньше не вязала, но хорошо, только давайте быстрее. Ну, быстрее, конечно, не получилось, в общем, долго все тянулось. В общем, начала вязать. Что же помешало начинать вязать свитер без свитера? Что? Что же помешало им вязать свитер? Блохи в свитере. Вот, в общем, помешали. В общем, в итоге она мне там через день говорит, я пытаюсь успеть, я пытаюсь успеть. И тут ее отправляют в санаторий, в классный город под названием Тиберда. И я понимаю, что все, всем полная Тиберда сейчас наступит, как бы, конец. Ну, она вяжет там, она едет в Краснодар, вяжет в автобусе, она там мне отзванивается и говорит, «А-а-а, свитер!» Я перевязываю один рукав, как будто был секс по телефону, реально. Я приступаю к спинке. Я скоро ее довяжу. Я вяжу про ему. Ну, как кошмар, в общем. Ладно, в итоге, значит, генеральная репетиция, мы сидим здесь в 6 часов, я ей звоню, говорю, «Оля, ну что, ты передаешь нам сегодня ночью свитер поездом? Потому что у нас завтра немножко шоку, как бы...» А она говорит, «Прости меня, но у него один рукав». И я вот как стояла, думаю, ну, ничего, ничего. Начинаю метаться по оргкомитету. Кикуараши говорит, у нее есть вязальная машинка, но она хэбэшную нитку не возьмет. Света говорит, которая Клэр говорит, у меня тоже есть вязальная машинка, мы ведь что, с дуба рухнули, и она тоже хэбэшная. Ночь вязать свитер сидеть. Там один рукав всего лишь. Вот мне вчера калининградцы вот там сидят... И смеяться тоже нельзя. Они мне вчера говорят, господи, да мы за генералку свитер еще гетро связали. Знаете, что я тогда о них подумала? А тут мы такие все метали с тем рукавом. Задавали идиотские вопросы людям, там, что у кого есть. Олимпийки там какие-то. Ну вот, тут мне, ну, наши люди в команде, которые шьют, говорят, о господи, ну купи ты там два метра трикотажа белый-черный из шеи. Я понимаю, что накануне косплошила, я сейчас должна к кому-то подойти и сказать, друг, у тебя есть вот это, вот это, вот это, вот это, вот это еще что-то делать себе, вот это, вот это кому еще помочь, ну ты еще, пожалуйста, шесть свитера, ладно? Ну что тебе стоит? У меня уже там были мысли, что у меня перед счет один человек, зад другой, один рукавтрей, потом представь, как мы это будем на хороке все совмещать. К пуговицам претензий есть, к пуговицам претензий нет. Да, да. Вот, в общем, закончилось это все тем, что мы отправили Соника искать Белую Олимпийку, но праздничный город, Воронеж, все, конец. Нет, вы что-то перепутали, я никого не искал. Астис! Астис искала, ну я знала, что искала. Не путайте, да. Ну сказала, ты у вас... Мы, конечно, полосатые, но не настолько. Вы волосатые, кстати, да. Ты просил. Соник искал краску, а Астис искал свитер. В общем, в итоге Астис где-нибудь так 11 часа ночи говорит, «Кажется, я вижу, у меня есть Олимпийка, от нее можно отрезать ворот, но она находится в другом конце города, и там спит бабушка. Ага, говорю, классно, и че?» Она ничего не знает, у меня еще фартук, медуза, ла-ла-ла. Какого хрена я вот людей гружу в бутылку? А Харук я ничего не говорю, весь аркомитет знает, Харук его ничего не говорит. Харука такая там, оба танец, финальный танец, свой дом в Снюшка доехать. Ужасно было, вообще страшно все чувствовала. Ладно, а мы такие классные, у нас в первой жизни почти все готово, понимаете, и тут вот это в 6 часов вечера слиток орубки. Кошмар. В общем, прихожу я домой в 2 часа ночи, потому что мы переделали порядок репетиций, спасибо косплеерам, перекроили все расписание во время генералки, потому что там, «Ой, я не успею переодеться, ой, я не успею нагримироваться». «Нет, мертвая, нельзя». Все. В общем, сидели у Мертвы до 2 часов ночи, ждали, когда расписание допеределывают. И шили свитер. А потом еще я ждала. Потом еще Кику ждала, а потом расставляли интермедии ведущих. Хорошо, расставили. Прихожу я домой, говорю, «Астис, ну что, свитер с другого конца города удалось добыть без потери бабушки?» Астис мне говорит, «Нет, ну ты зайди на балкон, там кое-что лежит». Я захожу на балкон и вижу, что на газетах лежит, ну это триллер, психологический, лежит белый свитер, который был когда-то белый, и на нем черные полоски, которые рисовали жидким акрилом для ткани, и они сделали вот так, друг навстречу другу все. Астис, я так... А ты знаешь, высокий, как обычно, берешь сначала белое, закажешь черным, а там, где промахнул, закажешь еще раз белым, а потом еще раз черным, еще раз... Ты думаешь, Ихарука в броневике выходит на косплейшоу, двигаться не может, без него кусками отваливается. На самом деле, астис попробовала белым перекрыть, логично, ничего не получилось. Ты думаешь, ты один тут косплеер, да? Сиди и ржи в тряпочку. Вот, я просто делал работу художников-оформителей. Молодец. В общем, смотрю на это, практически рыдаю над его судьбой, погладить не могу, оно мокрое все. Я хотела погладить, но рука остановилась. Я не могу тебя тронуть. В общем, в итоге, я говорю, ну что, а, напомню, пол третьего уже, да? Я так, значит, над ним, мыслитель, говорю, девочки, надо стирать. Девочки такие, и-е-е, он станет серым. Я говорю, а сейчас что это? Это что? Что это? Практически не видно, где эти полоски. Он такой, весь очень артистичный, свитер, в общем. Я просто представляю, что Харука со мной сделает, когда с утра это увидят, понимаете? Она-то не знает. То я говорю, Харука, Моя сестра довязала, только у нее нитки поползли, да? В общем, кошмар какой-то. В общем, в итоге, значит, три часа ночи. Передка спрашивала, у нас все готово, мы можем лечь спать, но эта дрянь лежит, понимаете, и выглядит плохо. Мы, я говорю, стирать, стирать. Все. Говорю, идите все спать, все, идите спать. Я ее загружаю, значит, ставлю будильник на полтора часа, потом я просыпаюсь через полтора часа, иду к машинке, понимаешь, что там еще три минуты, и сижу, и такой, у меня снилось что-то. Короче, ладно, достирала, вода черная стала, серая, я ее достаю, разводы остались, ну, так, в принципе, почти обратно, примерно, 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 с такого расстояния белый свитер. Я так думаю, еще, опять туда отмеливатель, в парашках все спят, квартира спит, и я такая, свитер, ладно, Я, ну, ты ночью говорил о Сонике, как вы чистите ражную машинку, говорю, там кнопочка такая, включи. Прощение, ты читать умеешь, и выдвигает мне инструкцию. Инструкция, такая прям, в машинке, прям инструкция. Атаковать. Четыреческая ночь, Соник выходит, сходить, извините, пожалуйста, почистить зубы, ладно. В туалете. Он всегда чистит зубы в туалете, и в бачка, так интересно. Это шутка, если что. В общем, он выходит, выходит, причем я выхожу сначала еще в ту сторону, говорит, как включать машинку, я инструкция, вот, схожу. Выхожу, а как тут, куда насыпать порошок, я говорю, инструкция, вот, и ухожу выбраться. Просто, когда инструкцию выдвигаешь, она такая хитрая, она прям там, где порошок, то задвигается в то место, куда порошок насыпают. И все-таки теряет информация с головы. Ночь глубокая, уже почти утро. Короче, ладно, разобрались с машинкой, засунула ее туда еще раз, говорит, ставлю опять будильник, пол пятого встаю, уже все, уже совсем все, уже на автоприводе полнейшем, открываю, достаю, ну ладно, окей, а теперь же он будет мокрый, ага, иду его вешаю, долго рассчитываю, где встанет солнце. На востоке. Соник, вот сейчас ты что-то сказал, ты считаешь, что мне это что-то сказала? Я знаю, что есть север, юг, восток и запад, но вот где они? вот там примерно север, если я ничего не путаю. Это очень актуально. На тебе, наверное, мох с определенной стороны растет. На тебе мох. А на мне еще не начал. Вот с той стороны. У тебя север там. У меня нет никакого севера, это бред какой-то. Я могу крутиться по собственной оси, они меняются, право-лево путаются, не важно. Это не относится к делу. Свитер, вернемся к свитеру, это уже все, я думаю, лекция закончилась моя практически. Короче, утро. У нас есть белый свитер, как бы. И мох. И мох, да. И оказывается, что он нифига не белый, а на нем еще вот тут, на манжетах, вот тут, вот тут, вот еще вот тут, и еще вот тут, вывязаны такие бледно-серые сволочи полоски. Я бужу Никиту, говорю, ты архитектор, ты все сможешь. Он такой, я не понял, что я смогу, говорю, вот тебе свитер, он сделает полосатым, вот тебе картинка. Да, говорит, да, говорю, вот тебе бумажный скотч, только он сейчас закончится, поэтому вот тебе еще полимерный скотч. Да. Никита, значит, там, долго раскладывает свитер, там, начинает все это клеить, классно все клеит, потом говорит, ты меня, конечно, извини, но ничего не получится. Почему? Ну, потому что, смотри, вот здесь все должно быть одинаково, тут эти полоски, вот-вот-вот, видишь, вижу, мы нахаруки нижнюю клеточку, полосочку подвернем. Он говорит, господи, ну хорошо, подвернем. Значит, это шире, это уже, это уже, правильно. Он же понимает, что если будет, ну, ну, понимаете. Вот. Я говорю, да, да, все хорошо. Он все красиво заклеивает, говорит, ну, проверьте меня. Мы проверяем, понимаем, что тут все хорошо, тут все хорошо, а тут черные-белые полоски перепутаны, как бы, но они еще не заспреены, и мы, и он говорит, так, все, девочки, рукава делали. Это называется задротство. Наверняка. Когда полочки перепутаны, это как волнует. Это называется канон. Это называется канон. Канон. Канон, да, не путать с кионом. В общем, в итоге мы с ним сидим и переклеиваем эти рукава. Переклеили рукава, 10-30, с 2 часа шоу у нас свитер заклеенный скотчем. Белый свитер заклеенный скотчем. Мы расстилаем на лестничной клетке полиэтилен, берем акриловый спрей, который даже не автомобильный, это вообще грунтовка была, который нам принес добрый человек Дима, который помогал нам со сценариями. Вот не вижу ее. Тут большое спасибо. Он ее откуда-то изобразил в 10 часов вечера на генералке, я не знаю. И Никита идет красить. Воняет так? Я вообще никогда не думала, что спрей может так вонять, хотя я с детства с ним знакома, как вы понимаете. Мой лучший друг накануне Коствейшоу это любого цвета спрей и суперклей. Всегда, всегда на руках. Ну скотч на руках не остается, а суперклей и спрей остаются всегда. Вот. Ну в общем, он, значит, это все спрей, заходит ко мне и говорит, ну как бы краска закончилась, а свитер еще нет. Ну на часах где-то примерно 11 с небольшим. Ну я, конечно, иду бьють голову в стену, и в процессе того, как я бьють голову в стену, я замечаю, что на балконе у Астис стоит черный автомобильный спрей. Я говорю, ну Астис? Астис там уже не было. Сам, посмотри, он пустой или нет. Сам его берет, говорит, он полный. Я звоню у Астис, говорю, Астис, у тебя тут спрей, мы его используем. Астис говорит, да. Я говорю, Никита, вот тебе спрей. Он говорит, он еще мокрый, свитер нельзя переворачивать. Я говорю, Никита, крути ему ноги. Это нога, нажимай за кнопочкой на морде. Я ему говорю, сначала я думаю, немного считаю, до пяти минут, я говорю, хорошо, тогда переверни его, пожалуйста, через пять минут. Через пять минут он переворачивает, а еще на лестничной клетке, застелено все, ходить там, соответственно, невозможно, между пролетами, там, где мусорник. И вот я, значит, выхожу его переворачивать, а по лестнице идут мальчик, вернее, папа и дочка маленькая. Я говорю, извините, пожалуйста, не ступите на свитер, мы его там красим. Папа на меня смотрит, значит, спускается на пол пролета, перешагивает свитер, идет дальше, девочка сзади. И девочка говорит, папа, я не могу его переступить, он слишком большой. И он говорит, иди. Прощай, дочь, говорит папа, я пошел пить пиво. Толик, тогда получится отличный отец. Мои дети вовремя не попробуют пиво. Нет, и он говорит, сейчас я перенесу тебя. И она на это все смотрела и говорит, извините, извините. Потом они спускаются чуть ниже, упираются в мой велосипед. И пила я через него. Главное, чтобы девочка не пострадала. Папа все равно пиво шел пить. В общем, это было очень эпично. В итоге мы перевернули свитер, зад докрасили акриловым спреем и потом я говорю, а теперь отклеивать мы это будем при Харуке. Потому что никто не знает, там протекло опять или нет. Мы такие, ну хорошо. А он такой липкий, твердый, воняет. Гадость вообще. Ужасная вообще шняга. Ну в общем, в итоге мы это донесли до Харуки. Правда, Харука забивалась оконами ничего, не знал, кто приносит к ней вот такой вот... Да, я ловлю Суцуну, которая приехала с Харукой, говорю, на. Она говорит, это что? Я говорю, это полосатый свитер. Она говорит, а почему он черный ими станет блестить? Потому что сейчас ты с него дерешь полоски и мы все узнаем. ооо, а для кого? Я говорю, это для Харуки. Для Харуки. ооо, ну хорошо, у Саги, я пошла. И пошла. Приходит Харука, говорит, свитер, вязанный, из Краснодара. И я говорю, Харука, вчера... Цель навязанной просто влезть вообще. Я говорю, Харука, вчера в 6 часов вечера мне позвонила сестра и сказала, что она не успеет взять свитер. Я послала кого-нибудь поискать свитер в Ростове, но все было закрыто. Сейчас на Саги будет цикл смотреть. Нет. Тогда Астис пошла, посмотрела, нашла у себя свитер, покрасила его, но он расползся, мы его стирали полночи, и потом мы был в трампоне, что надо его все-таки перекрасить еще раз. Мы нашли сначала один акрил, потом второй акрил, потом его Никита красил, мы его доклеивали, его сейчас его расклеят, и мы посмотрим, что получится. А Харука говорит, хорошо. Я пошла и пошла. И потом, понимаете, момент истины мне Ситсуна приносит. И он полосатый. Все, в этот момент меня может уже указать. Что угодно, мы команды ведущих без твитера, нет, мы, конечно, обещали сиськи в 2012-м. Вот так мы и показали сиськи в 2012-м. У ВОСПИ, чёрт. Но не было ещё раньше. Вот. Так что такие вот чудеса случаются накануне к сплэшоу команды ведущих. А всё почему? Потому что мы раздолбаи, а делаться надо заранее. Вот. Собственно, всё, конец истории. Теперь вы знаете, как делать не надо. Я боюсь, что на вопрос у нас времени уже не осталось, зато вы поржали. Давайте мы быстренько сюда всем оргкомитетом соберёмся и закроем наш 13-й фестиваль. И будем надеяться, что после этого не обвалится потолок, потому что 13-й, представляете? Нормально.